Умирала в жутких мучениях актриса Александра Яковлева. Звезда фильма «Экипаж» умерла в возрасте 64 года. Вчера не стала актрисой Александрой Яковлевой. На протяжении последних лет она мужественно боролась с онкологическим заболеванием. Еще в 2017 году артистки диагностировали последнюю стадию рака груди. Уточнив диагноз, актриса впала в депрессию и потеряла смысл к жизни. Врачи тогда предполагали, что Яковлева не сможет долго сопротивляться болезни. Медики изначально давали ей всего несколько месяцев, так как заболевание прогрессировало слишком быстро. Однако актриса упорно продолжала лечение и смогла прожить еще несколько лет. Александра Яковлева прошла 20 курсов чудовищной химиотерапии. Актриса рассказывала, что самым сложным для нее было мучительное восстановление после процедур. В какой-то момент долгое лечение стало давать положительный результат. Медики сказали актрисе, что опухоль перестала расти. Она до последнего, несмотря на метастазы в мозге, сохраняла ясность ума и внутренний стержень. Однако организм Александра Евгеньевны не смог перенести болезнь. 1 апреля она умерла от жутких мучений. В январе этого года Яковлева вышла на связь после долгого перерыва. Она рассказала, что пережила операцию. По ее словам, на реабилитацию должно было уйти и около трех месяцев. Александра Евгеньевна сообщила, что о полном выздоровлении и выписке пока что рано думать. Однако на тот момент артистка чувствовала себя более-менее хорошо, но сама не знала, когда врачи смогут выписать ее из клиники. Также она поделилась подробностями реабилитации. Актрисе полагался хороший сон, качественное питание, свежий воздух и отдых от какой-либо деятельности. Александра Яковлева призналась, что очень переживала накануне операции. Несмотря на долгое лечение, это было первое хирургическое вмешательство с момента обнаружения опухоли. За час до операции артистка консультировалась с анестезиологом около часа, чтобы успокоиться. Специалист уверил ее в том, что все пройдет хорошо и не стоит нервничать. Врачи удаляли опухоль практически три часа. Знакомой Яковлевой отмечали, что в последнее время она была бодра и энергична. Доктор Владимир Березин виделся с актрисой несколько месяцев назад. Он рассказал, что знал о болезни Александры Яковлевны, но при встрече не заметил каких-либо признаков. Она была полна энергии, говорила четко и ясно, очень конкретно. «Так у нас полтора часа, давайте начинать, я больше не могу, стою». Хотя спустя несколько часов она уходила без тени усталости. Если бы я не был в курсе, то никогда не поверил бы, что эта прекрасная и сильная женщина тяжело болеет. Никакого надлома в ней не чувствовалось, только внутренний железный стержень, поделился телеведущий в разговоре со журналистами. У Александры Яковлевой было много творческих планов. Она мечтала снять новую картину, посвященную восьмистолетию Александры Невского. Актриса рассказывала, что ее беспокоит то, что нынешнее поколение начинает забывать о стоге и классику, поэтому она хочет просветить молодежь собственной работы. К слову, фильм находится в разработке еще середины минувшего года. В мае актриса опубликовала первые кадры со съемок фильма «Князь». В картине будут отражены такие ценности, как уважение, любовь и преданность Родине. Отмечалось, что для съемок ленты из Фонда развития Забайкальского края было выделено 5 миллионов рублей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok